За выборами в различных странах, это было и Приднестровье, и Южная Осетия, Украина, Белоруссия. Несколько раз мы были и здесь, в Абхазии, на предыдущих выборах. И поэтому наши коллеги с большим интересом участвуют в наблюдении за происходящими выборами. Но сегодня мы очень довольны, что начался процесс голосования. Мы видим, что на избирательном участке проведена необходимая подготовительная работа. Высокая активность избирателей говорит о том, что у них есть очень большой интерес внести вклад в развитие своей собственной страны. Я не первый раз участвую в этой кампании в качестве международного наблюдателя. Вместе со мной прибыли наблюдатели из парламента Южной Осетии и из Центральной избирательной комиссии Южной Осетии. Сегодня мы уже успели побывать. Я лично на втором участке. Я был на втором участке, сейчас это первый участок. Я вижу, что выбор проходит спокойно, активно. Несмотря на то, что в выходной день уже много народа пришло и даже выстраивается очередь. Те шесть участков, которые мы с раннего утра сегодня сумели посетить, это и сельские избирательные участки, и городские избирательные участки. Они поражают, конечно, первое, это высоким уровнем организационных мероприятий, которые были проведены. На всех избирательных участках есть наглядная агитация. На всех избирательных участках присутствует в полном объеме избирательная комиссия по шесть человек плюс председатель. Мы пришли к выводу, что процесс начался вовремя, правильно. Наблюдатели отметили, что наличие урн и прочей документации, протоколов, списков избирателей, бюллетени, все соответствовало избирательному закону. Поэтому процесс идет мирно. И вот в сельских участках такая деталь. Везде возле входа сидят старейшины. И мы подошли, пообщались с ними. И пришли к выводу, что если старейшина наблюдает за процессом голосования, то будет полный порядок на этих выборах. С утра я посетил три участка, трех округов избирательных города Сухун. Это первый участок округ номер 5, третий участок округ номер 3 и второй участок округ номер 5. Составлен соответствующий со всеми правильными избирателями абхазского ЦИК и с подписями всех наблюдателей, включая руководителя, председателя участковой комиссии номер 1, номер 3 и номер 5. Нару относится к числу государств, которые поддерживают развитие Абхазии, поддерживают прогресс, который имеет место в вашей стране. Несмотря на мою должность спикера парламента, мой визит полностью согласован с руководством нашего государства, нашей страны. Наша страна входит в семью Организацию Объединенных Наций, также мы входим в Тихоокеанский форум и принадлежим к числу многочисленных небольших государств Тихоокеанского региона. И я хотел бы заверить вас в том, что наше руководство обязательно донесет до остального мира, до всех государств, с кем у нас имеются партнерские отношения, о том, насколько успешно в Абхазии проходят президентские выборы. Это люди опытнейшие, они были на десятках примерно, может быть, даже в десятках стран наблюдали за выборами. И, естественно, они видят весь процесс организации выборов и процесс голосования очень четко и вполне компетентны в том, чтобы разобраться, что есть что. Они хорошо изучили избирательное законодательство Республики Абхазия, многие из них бывали здесь уже не один раз, поэтому мы подтверждаем еще, что это наблюдение будет объективным, честным. И принцип основной, который мы исповедуем все в нашей миссии, принцип, естественно, не вмешательства ни в какие дела Республики Абхазии. Я на себе взял другую миссию. Я посетил штабы сегодня всех четырех кандидатов. Со всеми встретился, поговорил. Ну, один еще кандидат-депутат, я только в штабе работал, его не было, мы договорились где-то в 17.30, и вот сколько будет Рауль Хаджев, мы встретимся. Так со всеми остальными кандидатами и штабами и ими встретился. Обстановка достаточно рабочая. Редактор субтитров А.Семкин